Сыктывкарские автоинспекторы проверили профилактическую операцию «Чистое стекло». Сотрудники ГИБДД выявляли автомобили с незаконной тонировкой на ветровом боковых стеклах и выписывали нарушителям административный штраф. Затем предлагали водителям на месте устранить запрещенный тюнинг. На поиски черных окон вместе с полицейскими отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Антона Булаева. Изначально для демонстрации работы прибора свет автоинспектор проверил стекла своего патрульного автомобиля. Так он работает у нас. Лобовое стекло проверяем пропускаемость. Нажимаем старт. Показывает значение 83%, что соответствует ГОСТу, установленному. По правилам допустимая норма светопропускаемости 70%. Сильно затемненные передние стекла ухудшают видимость, а значит усложняют управление автомобилем. Тонировочная пленка, которая нанесена на боковые ветровые стекла на автомобиле, влияет на безопасность дорожного движения. Во-первых, в условиях недостаточной видимости, либо в темное время суток на неосвещенных участках дорог, водителю очень сложно ориентироваться в дорожной ситуации, в плане того, что когда пешеходы, например, переходят в проезжую часть. В последний момент можно их заметить и зачастую приводит это к дорожно-транспортным происшествиям. На окраине города взор автоинспектора привлекла эта белоснежная «Лада». Экипаж ГИБДД останавливает автомобиль и прямо на месте проверяет светопропускаемость стекол. Так, полненько, замер, 64% пропускаемость. Продублируем, 62%. Все равно не дотягивает до 70% в соответствии с ГОСТом. Водитель «Лады» признался, свой автомобиль затонировал специально, но лишь для дополнительной защиты. И пленочка бронированная, что-то у меня впереди, я за КамАЗами езжу на дальнее расстояние, у меня вот спереди уже, видите, скол какой, как бы пленочка бронированная. А почему ее не сделать, чтобы она соответствовала ГОСТу по пропускаемости? А я вот сейчас собирался стекла менять, они изначально с новой машины идут чуть-чуть вот зеленоватые. Инспектор выписывает нарушителю штраф 500 рублей и предлагает устранить пленку на месте. Водитель наотрез отказывается. Теперь, кроме штрафа, автолюбитель получит письменное требование об устранении пленки. Если водитель не отказывается устранить тонировку на месте, в соответствии с кодексом административных правонарушений, выносится требование об устранении водителя тонировки в течение 10 дней. Если по прошествии 10 дней водитель попадается вновь на тонированное транспортное средство, то ему грозит административное наказание по статье 12.3, которое предусматривает административный арест до 15 суток. Несмотря на запрет, некоторые автовладельцы по-прежнему тонируют передние стекла своих машин. Создают, по их мнению, более комфортные условия. На ветровом и боковых окнах этого автомобиля также имеется тонировочная пленка. Однако здесь светопропускаемость оказывается в норме. Рейд показал, сыктывкарцы все же стараются не нарушать правила. За день автоинспекторы составили всего 4 протокола. Немного, если сравнивать с прошлым годом. Тогда в сутки попадалось по 10-15 нарушителей. Возможно, сказалось ужесточение ПДД.